В сказке Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» одним из ярких персонажей был злобный и алчный сеньор Карабас-Барабас, ближайший друг Тарабарского короля, владелец театра «Марионеток». Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра. Теперь в стране дураков таких Карабасов целых три. И Константин Богомолов, Евгений Герасимов и Владимир Машков. Растет новое поколение талантов, ребят, которые дальше будут вести нашу великую культуру к большим свершениям. В отличие от Толстого, Путин в своей сказке одарил преданных друзей Тарабарского короля аж двумя театрами. Это просто праздник какой-то. Давайте откроем матрешку и посмотрим на новых худруков современника Театра Виктюка и Театра Сатиры. А также попробуем представить, какими постановками могут порадовать зет-патриотов эти заведения уже в ближайшее время. Евгений Герасимов в 1978 году столкнулся с дилеммой выбора. Сыграть Шарапова вместо встречи изменить нельзя или секретаря райкома комсомола в фильме «Время выбрало нас»? Он правильно выбрал роль. За свою роль был удостоен премии ленинского комсомола в области искусства. А уже в 1985-м актер прославился на весь союз, сыграв робота Вертера в фильме «Гостья из будущего». Но популярности ему было мало. Он захотел денег и власти. Поэтому в 2001-м Евгений Герасимов начал строить свою политическую карьеру. С тех пор и по сегодняшний день он является депутатом Московской городской думы. Это потрясающе! А-а-а-а! Служить в театре куда менее выгодно, чем служить власти. Герасимов является не только председателем комиссии по культуре и массовым коммуникациям Моссовета. Я хороший организатор. Мне неудобно это говорить, но на самом деле так. Он еще и член Президиума Политсовета Московского городского регионального объединения партии «Единая Россия» Западного административного округа Москвы. Очень много успеваю, да, я очень организованный. С июля 22-го года Герасимов становится художественным руководителем театра «Луны», а с 7 июня 24-го еще и Московского академического театра «Сатиры». Путь от «Палитрука» до «Дважды худрука» занял чуть менее двух лет. Обожаю их, они все такие разные. Каждый мне показывает, что он умеет делать. Кроме того, в январе этого года Герасимова наградили орденом Александра Невского за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. За это ожидали и театр. «Я профессиональный депутат. Все остальное для меня хобби». Учитывая то, что театр «Луны» под его руководством никаких особых успехов не показал, то вполне ожидаемо, что и популярная сатира станет менее популярной. И это правильно. Сатира власти нынче не нужна. Кстати, сохранится ли в репертуаре постановка «Иван Васильевич меняет профессию» пока не ясно. Я думаю, что такого прямого ответа никто не даст. Но я с вами согласен. Государственные театры должны понимать, на что они дали деньги. Муж Ксении Собчак, Константин Богомолов, всегда был мальчиком умным с хорошим нюхом на перемены. «Стране нужны всегда талантливые энергетичные люди». Богомолов прошел эволюцию от участника митингов оппозиции до доверенного лица мэра Москвы Сергея Собянина. «Ну ты выходит, ну ***, там ударь». «Ну не все, не все». «А ну не все. Не все, там и все ***». От автора смелых и даже дерзких работ в петербургском приюте комедианта до постановщика спектаклей, высмеивающих релакантов. Чего стоит работа «Дачники на Бали» или «Асса 30 лет спустя» на сцене уже своего театра на Бронной. Сейчас модно, это в стиле Константина Богомолова. Барматушка я называю это. Но главным детищем Богомолова стал проект «Голоса большой страны» для выставки «Россия» на ВДНХ. Одного из главных пропагандистских событий последнего времени. Как социофобия твоя жила с этим тщеславием? Так она и сейчас живет с тщеславием бешеным. «Голоса страны» — это 12 историй о простых россиянах, чья повседневная работа меняет жизнь в России к лучшему. Вдохновение автору проекта добавил солидный бюджет. 57 миллионов 700 тысяч рублей, из которых больше половины составил грант президентского фонда культурных инициатив. Спектакли сразу же оказались в центре скандала. Некоторые критики обвинили режиссеров и драматургов, которые работали над этими постановками в соучастии в пропаганде. Но Богомолов в ответ по традиции проклял либеральный обком. Проект «Голоса страны» идет полным ходом, а либеральный обком опять мечет молнии. «Неутомимые мои! Среди вас немало тех, кто восхищался когда-то моими работами, моим театром. Я не ценил ваше обожание, равнодушен и к вашей ненависти». Неудивительно, что такому перспективному худруку добавили еще один неблагонадежный театр Виктюка со свободными политическими нравами. Ведь уроженец Львова Роман Виктюк был настроен проукраински и никогда не поддерживал действия России ни в Крыму, ни на Донбассе. Когда человек общается с политикой, ничего ведь хочет от них. Это величайшая глупость. Как нужно с ней общаться? Никак! Так, как я не общаюсь. В 2022-м по Москве прокатилась волна первых театральных репрессий. В здании театра Виктюка во время частичной мобилизации разместили временный военкомат, на три месяца остановив работу труппы. В Кремле любят символы. Мы приехали к театру Романа Виктюка. Здесь тоже развернут мобильный призывной пункт, даже два преображенского и измайловского районов. Театр полностью закрыт для зрителей. Но ничего, теперь Богомолов все исправит. Больше никакой Виктюковщины. Теперь только патриотичная, хорошо оплачиваемая Кремлем богомоловщина. Уже нет никого из патриотов, кто был бы современным, ярким, привлекательным? Нет. А что же делать? Воспитывать надо. Вообще патральная ситуация. С этим *** генеральным кашей не слабит. На патриотичных деятелях нашей культуры без слез не взглядит. Актер Владимир Машков превращается в главного фаворита Кремля в театральном мире. В момент начала полномасштабной войны в Украине Машков разместил на фасаде руководимого им театра Олега Табакова гигантскую букву «З» и даже получил замечание от мэрии Москвы в связи с тем, что не согласовал свой патриотический порыв с архитектурными властями города. Но «З» по-прежнему там. Это вот в этом есть большой смысл. А Машков по-прежнему близок к телу. И уже много лет выступает его доверенным лицом. Знает, на что тело способно. Мы не знали, что вы сходили. Я никуда не ходил. Я флешку включил. Уже украли? Флешку могу включить. Не, не украли. Далее посмотри. А, хорошо. Почему сразу? Сразу украли. Отсюда масса бонусов. Ну, во-первых, можно занять место Александра Калягина, который сейчас возглавляет союз театральных деятелей. Но вы помните старую сагу о жабе и гадюке. Последовательный сторонник Кремля и военного вторжения в Украину. Единоросс и даже бывшее доверенное лицо президента Александр Калякин оказался недостаточно подходящим функционером. А во-вторых, получить себе еще один культовый театр, коим и является современник. Ведь два культовых театра в подчинении всегда лучше, чем один. То, что я делал, я делал это а сам. Меня никто не заставлял. И я старался делать на тот момент все, что я могу. Тем более, что прежний худрук Виктор Рыжаков был уволен спустя полгода после начала войны. Следственный комитет проверял спектакль «Первый хлеб» на предмет оскорбления ветеранов. А игравшая в нем Лия Ахиджакова, которая имеет антивоенную позицию, была вынуждена уволиться. Больше никаких сцен, где пьяная героиня Лия Ахиджаковой произносит матерный монолог о бесполезности гибели на войне на могиле афганца. Теперь только правильные и патриотичные сцены с призывом умирать. Они должны знать ритуалы, церковные. Они должны знать армейские ритуалы. Они не знают, что такое кругом. Радует только то, что активная политическая деятельность забирает уйму времени, и на театр его у Машкова практически не остается. Он в табакерке делал по одной премьере в год. Значит, и в «Современники» добавится не более одной зетнутой постановки. Искусство уравновешивает человека с миром в самые ответственные и критические минуты жизни. Если раньше театр начинался с вешалки, то в современной России он начинается с приемной Кремля. «Братцы, не будет так, как было». Формировать вкус и тенденции театральных постановок разрешается только верно подданным, особо приближенным и на всю голову патриотичным. Верят ли они сами в то, что говорят и ставят? Конечно, да. Творчеством в тоталитарном государстве может быть сыт только истово верующий в политику партии и вождя. Вы политизированный человек? Нет. Вы не следите за политичными... Я слежу, но так, не углубляюсь. Я не могу сказать, что я политизированный человек. За кого вы голосовали на последний случай? Скажем так, я политизированный человек за Путина. Так уже было. В 1944-м во время войны начались чистки и оптимизации в столичных и провинциальных театрах. Прошло каких-то 80 лет, и все вернулось на круги своя. Ждите не развлечений от этого кино или спектакля, а ждите боли. Потому что все, что выйдет настоящее, это будет больно. Эти товарищи с двумя театрами каждой, несомненно, справятся со своими задачами. Ведь единственное, в чем действительно силен кремлевский дед, так это в кадровой политике. Находить и ставить у руля самых мерзких, ничтожных, но грамотно присмыкающихся, это его конек. Все. Занавес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова